Работали по 10-15 лет на палатках, забрали места, палатки, все, до свидания. Сказали, что купили палатки. Ну, кто купил, кто арендовал, кто как. Кто работал на местах, кто на столах. Работали в один день, до свидания. Забрали, поставили будки на колесиках. Я понимаю, что вы сами выкупали эти места, а потом вам их же сдают в аренду и поднимают постоянно цену. Кто выкупал, кто арендовал. Приходят к нам сейчас, мы вам поставим будки какие-то за 3000 долларов. Аренда 10-15 тысяч, будка 2 на 1,5 метра. Спрашиваю, откуда такая аренда? Ну, мы так, откуда ничего не обосновывается. 3000 долларов за что платить? Откуда? Нотариус, оформим, куплю, продажу или что? Да, никто ничего не говорит толком. Вот, пожалуйста, 3000 долларов, вставай, работай. 10-15 тысяч аренда. А кто у них на переднем фронте выступает? Кто интересы рынка? Они от администрации, администрация отморозилась. А выступает Майкл, Славик, вот это, которых мы людей знаем. Которые ходят, отжимают столы. Вот у меня в ангаре был стол. Они его конкретно отжимают, который я купила. Они его отжимают, забирают, хотят поставить свой стол на колесиках. Я должна платить за метр 3000 гривен. И еще плюс 3000 долларов его выкупить по-новому. Кто это, никто не знает. Все про них говорят. Но администрация, Барышева и все остальные это все крышуют. Вот буквально несколько дней назад меня добавили в общественную группу, да, вот по сегодняшнему собранию. Я слышал много раз, это новое имя, ну для меня, я как житель Одессы, да, в первую очередь. Майкл, кто это, что это за человек, откуда он взялся? Ну вот они начали с кофейников, там, эту реконструкцию. А так его никто не знает. В лицо видели, никто не знает. Но он представляет администрацию, потому что это 100%. Хорошо, он деньги собирает конкретно, да? Собирает деньги за это все, за эти будки по 3000. За 3000 долларов, вот пройдите, кто будки покупал, у меня просто нет денег. И за метр 3000 гривен ежемесячно. Заметно. Что будет завтра, если ты будку купишь, тебе придут завтра, скажут, извини, поменялась власть с этой будкой, можешь будку забирать домой и все. А по поводу аренды, я спрашивал, говорю, вот 15 тысяч гривен аренды, правильно? Говорю, завтра, через месяц придут, будет 30 тысяч аренды, что дальше? Забирай будку и... Ну или будки были квадратные, скажут, сейчас треугольные будут. И специально делают... Что за цены, откуда такие цены? А будки на колесиках, да? Да. Ну идите, посмотрите, идите, снимите их. Чтобы идти, посмотреть эти будки за 3000 долларов. Не аренда 10-15 тысяч. А ну что? Ну хотя бы не на курьих нож. Два на полтора. Угловая палатка 15 тысяч гривен. Переведите в доллар и узнаете цену на седьмом километре. Повыгоняли, я работал 10-15 лет, в один день остался без работы. Поэтому и люди, и оптовики прибиты, и все. Все, забрали палатки, все. Человек 100-300 осталось без работы. При этом постоянно идет количество мест торговых, все увеличивается, увеличивается. Но я считаю, что если со стороны смотреть недвижимости, то чем больше торговых мест на рынке, тем дешевле должна быть аренда, по идее. Потому что конкуренция увеличивается, и квадратный метр дешеветь должен. А здесь наоборот, дорожает. Получается, мелкий и средний бизнес убрали сразу, в один день. До 1 марта сказали убрать всех. Это средний и мелкий бизнес. Кто торговал на столиках, кто торговал в палатках. Их за один день убрали всех, все. И сейчас люди кто куда, кто ушел с рынка, кто куда. Куда ушел? Зарабатывать то не было. Да, я 10-15 лет на рынке, и получилось, остался. Снял другое место там вообще. Мне предлагают 3000 долларов и 15 тысяч гривен. Это можно посчитать, как можно работать за такой арендой. Поэтому бардак творится, самый настоящий. Люди возмущены и очень сильно.